Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня четверг, 24 августа 2023 года. А новость у нас будет вот такая, друзья. Послушайте. Эви Кисилини разрешили формировать новое правительство в Латвии. Глава Министерства благосостояния попытается сформировать следующее правительство. У нее уже практически есть поддержка сеймовского большинства. Политики максимально облегчили задачу новому президенту, предложив для выдвижения всего одного кандидата в премьеры. Друзья, у меня слов нет. Извиняюсь. Думал, не буду комментировать. Господи. Вот сейчас будет у нас благосостояние повыситься в космос, полетит все. Я так думаю. Дальше слушайте. И сегодня, и именно сегодня, вот именно, 24, да, в четверг, как и ожидалось, глава государства официально поручил 48-летней Эви Кисилини формирование правительства. Отметим, что ни в Конституции, ни в других законах не оговорены сроки, в течение которых необходимо сформировать правительство. Ну, теперь будем смотреть опять спектакль, друзья. Долгоиграющую пластинку. Ой, давайте я вам сейчас расскажу, а потом прокомментирую. Но очевидно, что Эви Кисилини не будет затягивать процесс, учитывая, что нужно срочно начать обсуждение бюджета страны и на следующий год. Если магистру права Эви Кисилини удастся создать правительство, что наверняка, то она станет вторым премьером женщиной в истории Латвии. Первой была Лаймдота Страева Юма, которая тоже представляла единство. Помните? Нормально? Слушайте дальше. Как ожидается, уже официальные переговоры с потенциальными партнерами Эви Кисилини может начать завтра. На пресс-конференции после встречи с Эви Кисилини президент выразил уверенность в том, что она справится с этой задачей в короткие сроки. Ну господи, ну что еще ему сказать? Что он может сказать? Кандидатов больше нет. А именно, что правительство будет сформировано в середине сентября. По словам Ренкевича, в ходе консультаций с партиями он получил уверенность в том, что у Силини хорошие шансы сформировать максимально широкую коалицию и получить поддержку в парламенте. В ходе встречи с президентом Силини выразила готовность работать над тем, чтобы цели развития страны в сфере экономики, образования, ее укрепления безопасности были близки к тем, что обсуждались в ходе консультации. Слышали? Вот так вот. Все. Хотел сказать в конце, сухари сушите, короче, подготавливайтесь. Знакомимся, давайте, знакомитесь. Эрика Силиня родилась, извиняюсь, родилась она 3 августа 1975 года. Получила в Латвийском университете степень бакалавра в области юриспруденции, а затем в Рижской юридической высшей школе. Магистра в области права, включая международные. Была индивидуально практикующим присяжным адвокатом. Решала юридические вопросы в некоем концерне. Телефонная связь, интернет. Вот теперь заживем. Сидите в интернете и на телефонах. Сейчас она будет нам развивать это. Ой, господи, извиняюсь. Слушайте дальше. В 2011 году баллотировалась на выборах в Сейм от партии Затлерса. Помните? Нормально. Но избиратели не захотели ее видеть в парламенте. Тогда Силиня пошла во власть другим путем. Послушайте внимательно и поймете все. Почему сухари сушить надо? С 2011 года она на госслужбе. Это мое мнение, друзья. Мое. С 2011 года она на госслужбе. Советница министра внутренних дел Рихарда Козловкиса. Партия Затлерса. Затем парламентский секретарь Министерства внутренних дел. Ну, с 2014 году Силиня сменила партию. Вот. Я вам почему говорю? Слушайте внимательно. К 2014 году Силиня сменила партию и опять попробовала попасть в Сейм. И опять неудачно. На этот раз она баллотировалась от партии Единства. Я всегда вам даже вот не хотел говорить про... Ну, понимаете, почему? Я знал ее биографию. Прекрасно знал. Ну, мое мнение, извините, друзья. Ну, я точечку сейчас поставил. Я только из-за точки извиняюсь. Больше ни за чего. Ничего. Мы не дождемся и вы не дождетесь. Будет еще кошмарнее все. Что толку? Пешка и все. Ну, пешка, вот когда играет в шахматы. Пешки или там. Слушайте дальше. Бог любит Троицу. Третий раз Силиня. Ходила в Сейм в 2018 году. От партии Новое Единство. И вновь провал. Ну, как у нас сейчас премьер-министр? Зашибись. Слушайте дальше. Но Новое Единство своих не бросает. Начинается. Во. Я почему сказал пешка? Ну, какая разница? Даже было видно, когда она там сидела. Она что-то спрашивает. Шушукает. Спрашивает. Сидит дальше. Спрашивает. Ну, друзья. Новое Единство своих не бросает. В 2019 году Силиня знала должность парламентского... То есть, извиняюсь. Гоню лошадей. Гоню лошадей. Силиня заняла должность парламентского секретаря премьера. Крышница Каринша. Ну, вот. Ну, кто ж ее затащил? Конечно. Четвертый поход. Четвертый поход. Четвертый поход. Сейм. Наконец, увенчался успехом. В октябре 2022 года Силиня наконец стала депутатом. Ой, господи, друзья. Ой. Ну, выгодно же. Вы знаете, кому это выгодно? Ну, выгодно буквально всем. Всем. Ну, кроме народа, друзья. Вы знаете, кому, да? Ну, которые, которые сейчас жирующие, жирующие. Ой, друзья. Но просидела на улице якобы недолго. Поскольку была назначена министром благосостояния. Как вам благосостояние? Зашибись? Идеалс. Нормалс. Ой, господи, друзья. Давайте. Смех и грех. Посмотрите, как надо туда. Министр благосостояния. И вот. А вот. Кому не нравится критика, не слушайте. Отключайте телевизор. Включайте другой телевизор. Одну программу там смотрите, какая вам нравится. Пишите комментарии. Я еще не закончил новость, друзья. Но вы все равно пишите комментарии. Я признаюсь честно. Я не хотел вообще. Ну, посмотрите. У меня даже слов нет. Что там будет? Что будет? Если не дай бог. Вы все понимаете. Это уже не сказка. Вот она, был. И вот новый поворот. Знаете, откуда это? После отставки Кришниса Каринша, она пока единственный кандидат на пост премьера министра Латвийской республики. Состоит в браке, имеет троих детей. Вот и занимается этим детьми. Господи, мамороз. Ой, ну, друзья. Говорит по-русски. Вот. Вот самое главное. Говорит по-русски и по-английски. А что? Пойду, говорит. Ну, это сейчас уже шутка, конечно, в кавычки. Беру сразу скобки. А я, говорит, пойду, говорит, в посольство работать. В американское посольство работать. Я, говорит, английский язык уже выучил. Как джентльмены удачи смотрели. Так же, как она пробивалась. Смотрите. Ой, друзья. Правильно вы мне писали в комментариях и пишете. Да, я все понимаю. Тему уже в годах в основном. Да, друзья? То ли еще будет. Ну, я понимаю, то ли еще будет. Что мы, как говорится, пережили голод и изобилие переживем. А дальше одни матные слова. Пишите комментарии, друзья. Как вам это все? А вот это все, потому что народ вообще не допускается к этому ни к чему, ни к каким выборам. Вот вы граждане, неграждане. Вот какой толк вы ходите на выборы. Я сейчас ни к чему никого не призываю. Я выражаю свое мнение. Вот вам пример. Смотрите. Он все, он не справился. Натворил делов. Все, подал в отставку. Хотя никто не ожидал, что он подался в отставку. Вроде и ждали, и не ждали. А что, он все, наоборот, всех министров там, якобы там не нравится, не уходите, не нравится, уходите. Ну, посмотрите. Все. Кучка управляет нами. И эта кучка, как хочет, так и будет править бал. А народ, разбирайтесь между собой. Это я свое мнение сейчас поражаю. Долго я терпел, долго я ждал. Надеялся. Были надежды. Но, смотрю, ничего. Ни одна партия не подает своего кандидата. Не зря я под конец, это сейчас вот этот комочек такой я ставил, самый главный. Ответьте мне на вопрос. Почему ни одна партия не подала, не выдвинула, вернее, своего кандидата в премьер-министры Латвии? Вот сейчас нового. Почему? Ответьте мне на вопрос. Я знаю ответ. Знал давно. И почему это безобразие происходит? От кого это все идет? Может быть, вы мне подскажете, направите на правильный путь. И, может быть, подробнее мне изложите вот такую вот какую-то информацию. Может быть, действительно. Смело не бойтесь. Никто никого не заблокирует. Не бойтесь. Я в прямом смысле говорю. Вот почему ни одна партия не выдвинула своего кандидата? Что боятся? Ну, я уже начинаю свое. Или что? Или кто-то им запретил? Или такой у нас сейчас бардак, что уже не выпутаться, не выбрать. Это я уже свое мнение. Может быть, вы потом еще больше мне, как говорится, направите на истинный путь. Друзья, ответьте на вопрос, пожалуйста. Большая просьба. Я читаю, да. Вы не смотрите, что там, если сердечек нет. Я все равно читаю, друзья. Просто бывает много комментариев, я не успеваю. Пролистываю, читаю. Не просто пролистываю, а именно читаю. Потому что быстро читаю. Ну да, когда там большой текст, конечно. Целые поэмы пишут. Есть некоторые. Спасибо вам большое, друзья. За то, что поддерживаете наш канал. Ну что? Тогда мы уже в такое болото залезли. Это уже не болото. Что это все. Уже боятся идти на пост премьер-министра. Просто тут уже не выбраться никак. Без коренных. Вообще надо сейчас все под коренью. Буквально всех метлой выгонять. Оттуда. Почти всех. Почти. Не всех, а почти всех. И все заново создавать. Вы понимаете? Четвертый, десятый. Я сейчас свое мнение выражаю, друзья. Я свою точку зрения. Ну я понимаю. Был бы я молодой. Мне было бы лет сорок. Мне бы было как-то все до лампочки. Возможно. Да. Но я повторяю вам. Я в конце 80-х и 90-х годах в начале. Я говорил. Подтвердят, может быть, кто помнит, кто в живых еще. Мы были только за крепкую, свободную Латвию. И ни в каких союзах. Ну какие союз... Ой, друзья. Это я уже пошел. Ой-ой-ой-ой. Ой. Кто помнит, их смотрит постоянно. Недавно я делал видео и говорил, что один из политиков из-за национальной партии сам лично признался, что всю страну распродали и просто-напросто всю разграбили. Помните, я спрашивал, что осталось у нас в стране? Два еще пункта называл. Не буду говорить. Мне так и никто толком не ответил. Не справились вы с этим заданием. Потом когда-нибудь я вам расскажу отдельно. Отдельно. Хотя вы все прекрасно знаете. Даже вот из партии национального объединения этого, да, признался. Ну и что? Почему? Своих кандидатов они не выдвигают. Почему? Как понять? Ну. На этом, друзья, я буду заканчивать все это видео. Вот такая вот новость. Повторяю. Долго не хотел я. Надеялся, что президент... А что? Ну что делать президент? Какой у него выбор был? Как ее? Напополам или как ее? Или чего? Или положить куда-нибудь? Или разложить? И... Ну вы поняли меня, друзья. Смотрите там, не балуйтесь. А то я положить сказал. Час набросить это. Ну вы, друзья. Не, я пошутить люблю, конечно. Ну молодуха, ну что? Я не в той ориентации. Все нормально. Сидит тут старик. Ага. Я, говорит, уже не в годах. Ну конечно, раньше был огонь, но сейчас потух немного, но дым еще идет. И иногда. Друзья, остается от нашего канала только один, одни шутки и смех. Вот все. Я вам коротко рассказал. Сушите сухари. До свидания, друзья. Всем спасибо. Желаю здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. Это вы напомнили, друзья. Вот такое было шуточное видео. Вот такая новость. До свидания, друзья. Пишите комментарии. Всего вам доброго. Всем спасибо. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok